И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас очередной игровой видеоролик, связанный с довольно-таки интересным вооружением. Сегодняшнее вооружение я не выбирал ни из комментариев, мне просто пришла мысль в голову. Как вы знаете, на данный период времени мы находимся в третьей лиге. Как-то нас туда занесло, можно так сказать. И уже сегодня начинается первый Блиц-турнир, будем играть в формате Лайта. Я, недолго думая, думаю, на чем же записать видеоролик. Сегодня получилось так, что, может быть, в какой-то степени сложились звезды, то, что я сыграю на своей излюбленной старой смоке, и думаю, может быть, мне как раз-таки на видеоролике поиграть на ней, показать, возможно, что-то нагибаторское, интересное для вас, и рассказать немножко больше о данном вооружении. Да и, в принципе, это та самая пушка, это тот самый корпус, на котором пару-тройку лет назад я играл на Старладере. Я играл довольно большое количество времени на данном вооружении, кто не знает. Когда-то давным-давно я в Лайте играл исключительно на данной интереснейшей смоке, и поэтому сегодня видеоролик будет посвящен данному интересному вооружению. Давайте, конечно же, пикаться в захват флага. Я не посмотрел, правда, что у меня там по резистам. И, если честно, мне кажется, что я даже не выбрал устройство. Устройство на смоку я, конечно же, для матчмейкинга выберу суперкумулятивные снаряды. Так, этот бой мы точно играть не будем, все-таки это шоссе. Хотя, можно было бы, наверное, и сыграть на данном вооружении. Но ничего особо интересного, я думаю, что здесь я не смогу показать. Поэтому давайте я сейчас здесь быстро переоденусь и попробую перепикнуть карту в надежде, что у нас попадется какая-нибудь такая средняя дистанция карты, где можно будет пошустрее повозить флажки, понагибать немножко. И в этом плане, чтобы было вообще все довольно-таки замечательно. Поэтому давайте пикаемся. Но если сейчас третий раз на шоссе тоже самое кикнет, то это будет вообще какой-то провал. Ну ладно. Хорошо, окей, окей, уговорили. Я не буду сейчас полчаса перепикивать, ждать, пока создадут новую карту. Раз у нас сейчас в игре довольно маленький онлайн и никто не пикается, то давайте сыграем здесь. Что касаемо дрона, то, конечно же, я выбираю защитника. Это все, наверное, таки дефолтно. Ну и давайте, раз уже шоссе тут организовалось такое, попытаемся повозить здесь флаги. Что касаемо устройств, многие, наверное, напишут и скажут, блин, а почему ты не используешь там на заморозку или на поджог? Я предпочитаю все-таки на повышенный урон устройство, которое с овердрайвом, ну, прям вообще жестко, дико нагибает. При том раскладе то, что, по сути, можно было бы поиспользовать данную смоку с заморозкой, но так как я играю на пуш, я играю на какой-то определенный дэмэдж по противнику, то я думаю, что данное устройство будет получше выглядеть. Возможно, я ошибаюсь, возможно, на поджог было бы поприятнее, но я почему-то склонен именно к данному устройству, потому что еще оно может спокойнейшим образом уничтожать легкие танки с двух выстрелов. То есть с поджогом, если у противника там будет резиста джиги, такой возможности у вас не будет. Что касаемо данного боя, наверное, вы понимаете, почему я хотел все-таки перепикнуть шоссе. Здесь довольно большая карта, и если я хочу поувозить флаги, попушить противника, ну, довольно сложно это сделать на такой карте. При том раскладе то, что тебе надо увозить, ты не будешь стоять сейчас, вот, например, заезжать на вражеские респи, стоять здесь у них на респе, потому что это будет выглядеть как-то неправильно с моей стороны. Я же должен пытаться вытянуть боя, а не просто стоять АФК на вражеской базе, там, наносить урон. Если бы, конечно, моя команда тащила, то такие движения можно было бы сделать, но так как у нас команда не такая жесткая, то исключительно на атаку нужно играть. И вот сейчас довольно неплохой был прожатый овердрайв. Флаг задефал, 50% резист там был, если я не ошибаюсь. Крит на 2, почти с половиной тысячи урона прилетел, и это очень даже замечательно. Поэтому давайте пробовать здесь дергать. Я не знаю, получится у меня это сделать или нет, но я очень сильно хотел бы сейчас увести этот флажочек. Давайте прыгаем вот сюда вниз. Оу, как меня перевертало. Ага, я понял, да. По резиду, да, ну, как бы я прыгал вниз, а, ну, молодой человек поехал просто вперед. Ну, неплохо. Я считаю, что это довольно-таки неплохо, когда так играют ребята. Ну, я думаю, что он просто на своей волне какой-то играет. Может быть, даже не в танке онлайн, может быть, во что-то другое он играет. Потому что я не знаю, как можно было не видеть меня. Ну, ладно, давайте, не в этом суть. Надо сейчас немножко тиммейта подстраховать, что у него там минимальное количество здоровья. Я хоть и на довольно далеком расстоянии сейчас нахожусь от него, но все же я думаю, что здесь подстраховать лучше флажочек, чем упустить его, не поставить наши тиммейта. А потом дело вообще будет труба. Я еще один не дерну, а тут лучше вот так вот. Хотя, по сути, наверное, они бы уже поставили, но я все же лучше подстрахую со стопроцентной уверенностью. Поставлю флаг, нежели я поеду вперед, а потом окажется так, что флаг у нас тиммейт не поставил. Есть у нас один замечательный человек, который любит постоянно стоять на конвейерах. Не буду называть его имя, если он смотрит видеоролик, он обязательно знает, что именно о нем идет речь. Поэтому лучше в таких ситуациях все же, друзья, страхуйте своих тиммейтов. Лучше поставить один стопроцентный флаг, нежели поехать за вторым и не поставить ни одного. Появляется у меня уже еще один овердрайв. Конечно же, мы его сразу же быстро прожимаем здесь и пытаемся накинуть как можно больше урона по тем ребятам, которые пытаются у нас дернуть флажочек. Двух танков я забрал. Ну и можно теперь уже выдвигаться на боковую стеночку. Возможно, стоит немножко больше пострелять. Уже все-таки мы по счету ведем. И вот именно сейчас, возможно, актуальна та тема, о которой я говорил, что можно зайти на вражеский респе и там уже пострелять противника. Если мне, конечно, это дадут сделать. Все же бывают такие моменты, когда тебя начинают жестко фокусить. Вот как сейчас прилетает одна рельса, прилетает здесь магнум. И ситуация становится, ну, не самая приятная, не самая лучшая. Можно, конечно, попробовать здесь сейчас закрепиться. Если еще моя команда будет здесь сейчас ехать вперед, то будет вообще просто все замечательно. Рисачи прожимает овердрайв. Ну, это вообще печаль, беда, конечно. Что касаемо опыта, довольно неплохо, если честно, идем. Для такой карты, для такого режима можно зацепиться здесь и за первое место спокойнейшим образом. Если я бы еще поставил бы этот флаг, я понимаю, что именно этот молодой человек поставил флажочек, то было бы вообще все более чем прикольно и достаточно для данного боя. Но пока что доставки от меня здесь не присутствуют. Возможно, сейчас попытаюсь тоже зайти и дернуть флажочек, либо же пострелять здесь урона. Ну, очень много противников, вы видите, что отвлекается. И возможности, как таковой, зайти на вражескую базу, но у меня просто нету. Попытаюсь сейчас хотя бы покидать здесь урон. Возможно, пару-тройку танчиков мне удастся здесь отреспить. Ну, и было бы неплохо, наверное, прожимать здесь овер, но пока выглядит все очень смутно. Очень большое количество здесь противника в одной точке находится. И пока, наверное, стоит просто покидать здесь урон. И, возможно, если я не улечу здесь в минус, то я заберу вот этого магнума. Ой, кого магнума. Хотел сказать Гауссу. Сказал магнума. Да, одного я забрал. Ну, вот в таких позициях, конечно, терроризировать противника очень хорошо. И это довольно эффективно работает, если ваша команда заходит на вражескую базу. Опа. Подождите. У нас плохо дела. Ложучек уходит. Надо сейчас на подстраховочке сыграть. Давай верну здесь флаг. Так. Один, два. До свидания. До свидания, я сказал. До свидания. До свидания, молодой человек. Так. Еще один. Может быть крит. Может быть крит. Может быть. Отлично. Крит. Есть. Возврат. Ну, 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 нет. Тише, 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 тише. Тише. Я понимаю, что вы уже увезли флажочки. Я не знаю, как там он так прошел далеко. Ну, благо я сейчас его здесь вернул. Но это было уже на острие. Это было очень опасно. Так. На чем я остановился? Остановился я на том, что на подъемах довольно эффективно можно отвлекать противника. При том раскладе, если у вас хорошая команда, если ваша команда способствует увозу вражеского флага, то есть она играет агрессивно в атаке, и когда вы занимаете такие определенно важные точки на карте, вы выигрываете время для своих тиммейтов, и за счет этого они могут спокойнейшим образом залетать, дергать флажочек, а вы будете оставаться на важной точке на карте и продолжать наносить довольно колоссальный и большой урон по противнику. К слову, данная катка уже подходит к концу. Мы заканчиваем его очень неплохо. 355 опыта я набил для шоссе. Уп почти троечка, 2.6. Довольно-таки неплохо. И я могу сказать, что данное вооружение себя на данной карте полностью оправдало. И, возможно-таки, даже я бы на каком-нибудь гауссе набил бы здесь меньше опыта, мне так кажется. Но это, конечно, не точная информация. Ну и давайте вторую карту сегодня сыграем в контроле точек. Я, к слову, себя довольно-таки приятно и комфортно чувствую сейчас на смоке. Я думал, что я буду довольно много мазать, буду как-то невнятно сейчас отыгрывать. Все же довольно мало времени я играю на данной пушке. И бывают такие моменты, что появляются какие-то внезапные промахи, что-то не получается. Ну, крит ошибки это ладно, это дефолт. Давайте попробую быстро сейчас здесь обновиться. Но сейчас все идет довольно-таки неплохо. Попадаю, опыт набиваю, катку выигрываем, точки занимаем определенные. Это очень хорошо. Если сейчас еще и данную каточку мы довольно эффективно сыграем, то я могу сказать, что это была довольно неплохая видео-такая тренировка перед официальным боем. Когда вы будете смотреть данный видеоролик, то бой мы уже сыграем. Как мы сыграем, вы тоже можете уже все дело чекнуть. Стримчик, я думаю, что по этому поводу точно будет на канале. Ну, а я лишь могу догадываться, как пройдет первый бой за столь довольно продолжительный промежуток времени, как я не играл вообще в данном замечательном формате, тем более на смоке. Ну, и для меня пока что это остается абсолютной загадкой. Но главное, конечно, не нервничать, спокойно отыгрывать. Да, я думаю, что все будет в этом плане хорошо. Уже ведем с учетом 5-0. Я вот так вот вернулся в катку, а наши тиммейты уже здесь довольно неплохо нагибают противника. Это очень-очень приятненько и очень хорошо, что здесь у наших сокомандников все получается. Ну, и продолжаем, наверное, доминировать на данных точках. Б и Е самые лучшие точки для контроля противника, можно так сказать. Если контролировать эти точки на данной замечательной карте, то у противника уже будет довольно мало шансов на отыгрыш и на попытку вообще захвата каких-то любых вообще точек на данной карте. Кто помнит, это была одна из ключевых карт в данном формате в турнире Top Lords of the Point. Чем-то, кто помнит, это тот самый турнир под вторым, наверное, таки номером, если я не ошибаюсь, который мы с нашей командой выиграли. И эта карта была одной из самых нелюбимых изначально, а потом стала одной из самых приятных и тактически готовых правильных карт. На эту карту в свое время придумали очень много интересных движений. Поэтому это, наверное, одна из немногих карт в данном режиме, которую я знаю целиком и полностью, где можно занимать правильные точки, что контролировать и за счет чего здесь можно спокойнейшим образом, даже за минуту до конца, камбэкнуть катку при том раскладе, если у вас хоть более-менее нормальные тиммейты, которые понимают, что нужно делать на карте и едут вообще вперед. Ну, а по сути, мои навыки здесь вообще не нужны, потому что команда противника довольно-таки слабая, и по сути, я тоже здесь особо ничего не делаю. Просто еду вперед, чуть-чуть накидываю урон по противнику, который пытается что-то здесь сопротивляется, но у нас имеются нагибаторы, которые довольно легко и просто разваливают противника, и уже катка потихонечку подходит к концу. Уже 28 точек есть, при том раскладе, что 5 точек контролятся. Все это происходит довольно-таки быстро. И еще одну быструю катку мы заканчиваем с победкой, со вторым местом. Ну, здесь я уже дотянуться никак не мог до первого места, при том раскладе, то, что я еще и обновлялся после крит-ошибки, парень набил быстро овердрайв, и за счет этого сумел довольно эффективно и быстро вырваться. Вот такой вот видеоролик у нас сегодня, друзья, получился. Если вам понравился, то обязательно прожимайте лайк на него. Ваша максимальная поддержка всегда приветствуется. И от нее зависит частота выхода новых видеороликов. То есть, если у нас активность огромная, то есть, если набирается каждый день более сотни лайков на каждом видеоролике, то видосы выходят ежедневно. Ну и также в комментариях обязательная просьба для вас. Напишите вооружение, на котором вы хотели бы, чтобы я покатал. Если вы зашли в комментарии и увидели какое-то вооружение, которое вы также хотели написать, можете тоже на него поставить лайк, написать еще дополнительный комментарий. Дабы я тоже понимал, что вас интересует данное определенное интересное вооружение, я мог уже акцентировать свое внимание на нем. Потому что зачастую бывают такие моментики, то, что я уже сам в раздумьях, что показывать, о чем вы хотите посмотреть, о какой пушке, о каком корпусе. Поэтому пишите обязательно комментарии, я все комментарии ваши читаю. И самые интересные вооружения я в ближайшее время, конечно же, смогу для вас показать, пообозревать и, возможно, что-то интересное также рассказать. Как-то так, друзья. Также не забывайте подписываться, не забывайте нажимать на колокольчик, дабы ничего не пропускать. Ну, а с вами был мистер Ванька, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.